Давайте я, кстати, включу запись нашу. А сейчас я хотел бы предварить следующий наш вебинар, который будет 7 ноября. Давайте я вам дам ссылочку в чат. И сейчас дам ссылку сразу на регистрацию этого вебинара. Так, сейчас посмотрю, правильно ли это ссылочка. Что-то она у меня коротенькая какая-то. Да, все верно. Вот она, эта ссылка, по которой можно сразу зарегистрироваться на вебинаре. Коллеги, ну, вот, да, я хотел бы еще раз сказать, что по тем ссылкам, которые я привел в самом начале чата, пожалуйста, переходите, пользуйтесь нашими ресурсами. Записи наших вебинаров публикуются через некоторое время после их проведения на нашем учебном портале в Ютьюбе. Так что подписывайтесь на наш портал и смотрите записи наших вебинаров. Ну, а сейчас моя функция исчерпана, и я передаю слово Константину Николаевичу Кустюку для нашего текущего вебинара «Ящик Пандоры. Открыть или закрыть? Соблазны открытого доступа». Всего хорошего, приятного вам вебинара. Добрый день, дорогие коллеги. Рад вас приветствовать в нашем учебно-методическом центре. И сегодня, я думаю, будет для многих интересная тема, касающаяся открытого доступа. Тема достаточно свежая, новая, вызывает интерес и у преподавательского сообщества, и у библиотечного сообщества очень большая. Вот сегодня я скорее представлю, думаю, точку зрения издательского сообщества, вот издательскую точку зрения, вот на это интересное и важное явление, открытый доступ. Тем более, что понятно, когда говорится об открытом доступе к электронным ресурсам, то возникает вопрос, обращенный сразу к тем, кто предлагает и проповедует закрытый, а точнее платный способ ресурсов. Соответственно, для нас открытый доступ – это некий вызов, который, во всяком случае, мы должны объяснить и себе, и нашим коллегам, с чем мы здесь имеем дело, что может быть открытым, что не может, в какой мере. Вообще, что за внутренние процессы происходят в этой цифровой среде, которые вот такие интересные эффекты и модели порождают. Итак, вот для вводного слайда, который бы обрисовал ситуацию, я бы хотел сослаться на популярный сегодня интересный ресурс «Киберленинг». И вообще сравнить несколько ключевых моделей в их реальном активном использовании. Вообще «Киберленинг» – свежий молодой проект, он буквально в 2011 году, по-моему, запустился, а в 2013 году он уже вошел в топ мировых ресурсов открытого доступа. По-моему, там в тройке или в пятерке крупнейших посещаемых, именно по посещаемости сайтов. Так что это такой интересный российский феномен. Вот, но вот если мы сравниваем, как использует «Киберленинг» за свои там несколько лет, и аналогичные продукты, а какие? Ну, во-первых, e-library – это как раз полный аналог, журнальный именно сайт. Во-вторых, EBS – университетская библиотека. Это, правда, не совсем периодика, но там тоже есть периодика, наша университетская библиотека онлайн. Вот, и, например, NEP – национальная электронная библиотека. Вот, те цифры, которые я здесь привел, на них сильно ориентироваться не стоит. Они из разных источников и в разное время, поэтому могут там искажаться. Но порядок понятен. Вот мы видим, что, скажем, по информационному контенту «Киберленинг» у нас является самым скромным ресурсом. Но в нем, ну, сейчас, правда, побольше, около тысячи журналов. Вот, несколько миллионов статей. Вот, ну, во всяком случае, у E-Library намного больше, около четырех тысяч журналов, три миллиона статей. Вот, у нас, например, в EBS 500 журналов, то есть немногим меньше. Вот, и в Национальной электронной библиотеке около полутора миллионов сегодня единиц контента. Вот, это вот по контенту явно и на последнем месте. А вот по всем остальным показателям уверенно впереди. Вот, но, вот, насколько я знаю, все-таки посещаемость «Киберленинг» и «Е-Лайбрэри» примерно одинакова. Но при этом «Е-Лайбрэри» это все-таки национальный индекс «Ринц». Там, понятно, должно быть больше людей. Тем больше все журналы там тоже есть, которые есть в «Киберленинге». И многие из них, практически все, тоже открыты. Но, тем не менее, просмотров гораздо больше. Вот, нас уже и не сравнивают. Хотя у нас тоже не на порядке, а всего где-то раза в четыре посещаемость ниже. И среди месячные просмотры тоже всего несколько раз ниже. Вот, а вот национальная электронная библиотека в этом ряду, конечно, на самом последнем месте. Там и просмотров пока меньше всего. Ну, она только запускается, и там пока еще практически полгода она или меньше года в каком-то реальном доступе. Но, что здесь, какие цифры точно взяты? Это вот место в рейтинге Alexa.com по национальным ресурсам. Вот это действительно информация объективная. И вот среди всех национальных ресурсов, скажем, «Киберленинга» на тысячном месте и e-Library рядом с ней. То есть, это абсолютно по посещаемости похожие ресурсы. Вот, мы там на седьмом тысячном месте, а NEP аж ушел в тридцатые тысячи. Вот, то есть, несопоставимо ниже. Вот, ну, то есть, для чего это? Для того, что действительно убедительно посещаемость растет, и все знают киберленинги. Вот, а почему они, вот эти ресурсы все противопоставляются киберленинге? Потому что их объединяет, собственно, одно – отсутствие свободного доступа к авторскому контенту. E-Library по подписке работает, и вообще на денежной основе. EBS тоже платный ресурс такой же. Национальная электронная библиотека, пусть не напрямую платная от пользователей библиотек, но платная от государства, то есть, платит государство за сам контент. Так вот, на основе такого успеха, стоит ли нам делать вывод, что открытый доступ – это основной тренд к научному знанию, вообще будущая научно-издаческая индустрия, что так и надо. Мы знаем, что вот приверженство открытого доступа, так и говорят, обобщают и говорят здесь о будущем всей индустрии. Ну вот, именно на эту тему я и хотел бы здесь порассуждать. Итак, вот, EBS, E-Library, NEP – это разные модели того, что авторский контент находится не на условиях открытого показа, а на условиях возмездного пользования. В этом плане их можно назвать условно закрытыми, потому что вот так просто прийти и воспользоваться контентом нельзя. Плата за это у этих ресурсов очень велика, и мы, и вот наши коллеги представляют закрыты от поисковиков. И, соответственно, не индексируется полными текстами, и вот в Яндексе, Гугле нас так легко не увидишь, как статьи Киберленинга. Вот, собственно, на этом и рождается эффект таких сайтов, как Киберленинга, открытого доступа. Они вообще, как бы, очень органично встроены в интернет. Их концепт полностью соответствует духу интернета, как свободному информационному пространству. И, как бы, интернет признает их, отдает дань, и тут же, как бы, дает вот этот гигантский трафик, который нам и не снился. Но, соответствует ли вот этот концепт, концепту и задачи издательского сообщества, а шире вообще помогает ли он творческо-продуктивному расширению, вообще научному творчеству и в нашей стране, и везде. Вот попробуем ответить на этот вопрос. А пока вот он стоит таким провокационным образом со стороны наших коллег библиотек. Зачем платить за ЭБС, если есть бесплатные киберленинга, которые более популярны, и в которые тоже очень-очень хороший контент. Вот чтобы всю цепочку аргументаций воспроизвести по нескольким линиям, которые я сегодня проведу, пройдемся по, как бы, с самого начала, Тадам и Евы, чтобы обозначить ключевые понятия, с чем мы имеем здесь дело. Ну, первая аксиома и главный рычаг всей этой истории, это то, что стоимость воспроизведения, копирования, перемещения информации в цифровой среде приближается к нулю. Вот на этой аксиоме много, что строится в наших построениях касательно цифровой эпохи, цифровых медиа. Что дальше входит в эту аксиоматику? То, что вот такая технология, в чем-то бесплатная цифровая технология, создали интернет. Пространство, где легко доступна научная информация, за что мы интернет любим. В этом пространстве стала возможна модель, которую часто называют викиномика. Это ресурсы бесплатного доступа, создаваемые за счет коллаборативности и донации, а также рекламы. Ну, то есть, существует модель, как можно пополнять интернет и особо не платить по традиционным рыночным моделям. То есть, коллаборативности, совместности, дарения. Но вот Creative Commons, которая сейчас становится таким узловым элементом вот этой викиномики, вот он позволяет расширять ее очень и очень сильно. Вот. А результатом уже этой деятельности становится галактика ресурсов Web 2.0. Под Web 2.0 в данном случае я понимаю именно тот информационный контент, который создается самими пользователями, для которого, по сути дела, не нужен издатель. Вот мы приближаемся к тому, с чем имеем дело. Подробнее все-таки об этих ресурсах Web 2.0. Ну, как я сказал, вот это основное достижение цифровой революции, оно позволило, как одно из следствий, понизить барьер издательского входа для любого, кто хочет что-то писать. И таким образом создала, как называет Джонатан Глоссом, это общество контента. То есть, практически каждый может, а многие и так и делают, начинают создавать этот контент, наполняя интернет. Но, тем не менее, это не весь интернет, это особый какой-то срез ресурсов, очень влиятельных на сегодняшний день, очень посещаемых. Каких? То есть, какие ресурсы, какой контент может создаваться вот так авторски, без привлечения издателя. Ну, во-первых, вы знаете много таких видеоресурсов, например, YouTube, Umeo, пожалуйста, заполняйте свои видеоролики. Дальше, большой пласт фотобанки и стоки. Пожалуйста, пофотографировали, можете это все закачивать в Flickr, Shooker, Stok, Instagram и так далее. То есть, тоже целый пласт таких фотостоков. Сайты литературного, сам издата, тоже всем вам известны. Ну, такой большой, как Amazon.com, ну и отечественные стихи, Ru, сам издат. То есть, очень много, как иногда называют неуважительных графоманов, тоже закачивают на сайты свои произведения. Дальше, в эту среду можно поставить торренты и варисные библиотеки, когда уже не свой сугубо контент, но на полных, как бы, правах и в полной уверенности создают сайты с авторским, с чужим авторским контентом. Вот, наконец, это свободные энциклопедии. Один из лучших, наверное, проектов этой галактики Web 2.0 Википедия, она не только мобилизовала авторов, но и добилась действительно какой-то дисциплины, качества ресурсов, которые получаются, какой-то организации процесса коллективной. Вот, ну и в этом ряду, наверное, стоит включить и свободные научные архивы, такие, как Киберленинг, Архив.org и так далее. То есть тоже те архивы, где ученые свои произведения могут архивировать, складывать и превращать это в интересный сайт. Особенность всех этих ресурсов огромное количество контента, которое можно собрать таким образом. Ни один издатель или агрегатор не способен конкурировать с ними по мощности пополнения. Дальше, простота доступа, отсутствие количественных границ хранения информации, то есть многое, что раньше было вообще невозможно. И вот популярность этих ресурсов во многом вообще составила основу интернет-трафика. То есть очень большая доля интернет-трафика приходится на этот круг ресурсов. Поэтому понятно его мировое значение. Вопрос заключается лишь в том, полностью ли соответствует этот вид ресурсов задачам информационного обеспечения науки. Именно нашим обеспечением, нашим задачам. И поэтому я недаром внизу поставил две стрелочки, расходящиеся в разные стороны. Издательские ресурсы, у них как бы одна судьба, и открытый доступ, другая судьба. Теперь касательно нашего чисто научного контента о преимуществах открытого доступа, которые возникли в связи со всем этим. Ну, во-первых, ресурсы свободного контента, как и в других сферах, здесь обеспечили взрывной рост популярности, с чего мы и начали. Это еще Киберленинг, а если мы посмотрим международный, то там вообще космическая, конечно, популярность их. Вот. И почему еще эти архивы открытого доступа становятся такими привлекательными и популярными? Ну, во-первых, для авторов. Авторы могут сами предоставлять доступ к своим публикациям в этих депозитариях. Они не зависят, может, ни от кого. В общем, это в их руках. Второе, очень важный момент, то, что информация здесь распространяется без препятствий. То есть, поисковики видят, люди сразу заходят, даже регистрироваться не надо. Вот. Все это, конечно, способствует свободному распространению информации и вообще построению общества, основанного на знаниях. И вот мы как раз это и читаем в большинстве из статей, деклараций про открытый доступ. То есть, конечно, позитивная роль его здесь бесспорна. Вот. Но и для ученых имеют особую ценность такие ресурсы тем, что они активнее читаются, лучше индексируются поисковиками и вообще создают более мощный шлейф цитирования. Вот. В частности, и журналы начинают выходить, включаться в этот открытый доступ, потому что, действительно, цитирование, за которым мы все гоняемся, оно вот таким образом гораздо происходит успешнее и заметнее. Таким образом, ресурсы открытого доступа выгодны и читателям экономически, и авторам для профессиональной карьеры. Вот. В этой теме еще очень активно участвуют библиотеки, но вот чем открытые ресурсы выгодны библиотекам, для меня это не очень ясно. В плане навигационной понятно, что мы библиотекари должны помогать разбираться в информации и предоставлять вот эти доступы, показывать, где оно есть. Но, по большому счету, эти ресурсы самостоятельные, и их основные каналы это не мы с вами, а поисковики. И их и без библиотек все найдут, и все будут знать. Но, тем не менее, понятно, что это важный элемент информационного ландшафта. Так вот, на фоне вот такого роста популярности и значения открытого доступа, стоит ли пересмотреть основы издательства научной деятельности? Вот, кстати, наш товарищ знакомый Дмитрий Семочкин, который руководитель и идеолог этого проекта Кибер-Ленинг, он как раз это тоже представляет точку зрения, что это должно распространиться вообще на всех и навсегда стать основной моделью для распространения научной информации. Вот, с чем бы я и хотел поспорить. Ну, ясно, что изменилась стоимость распространения научной информации, да, то есть, вот это фактор бесспорный. Будем даже считать для верности, что вообще, допустим, распространение информации стало равно нулю. Но, не изменилась структура создания и потребления информации. А это, так сказать, очень важный вопрос. Вот, я это называю галактикой Эльденбурга, то есть, автора первого научного журнала Philosophical Transactions, который был создан в Англии в 1685 году. Вот, он создал модель научного журнала, недавно тоже был юбилей. Вот, эта модель у нас и распространяется, и развивается до сих пор. В чем она заключается? Ну, первое, это создание информационного содержания, за которым, как правило, должно стоять научное исследование. Второе, что происходит с ним, это экспертная оценка и выбор статьи, так называемая peer review, то есть, рецензирование. Вот, с ростом качества журналов, вот этот критерий становится ключевым. Статья должна анонимно рецензироваться. Следующий элемент, это упаковка этого информационного сообщения в статью, оформление, и дальше уже идет передача и прием к сообщениям. Ну, и на этом дело не заканчивается, на подписке, на предоставление доступа, еще требуется обработка и интеграция полученного сообщения, то есть, включение в фонд библиотеки, капитализации и так далее, чем мы с вами занимаемся. Вот, как вы видите, вот во всей этой системе только один пункт, который касается передачи и приемки, и действительно там идет снижение цены, да, а остальные в них ничего подобного не происходит. Вот, причем и тоже только в одном пункте в первом присутствует участие автора, больше он практически нигде не участвует. Вот, если мы посмотрим уже внутрь вот этих вот разных статей, то убедимся, что стоимость оценки научных претензий, в результате чего и сообщение ученого попадает как бы в публикационный круг и публикуется, вот эта совокупная деятельность оценка научных претензий ученых даже возрастает. Вот, а при переизбытке информации это все еще больше растет, потому что увеличивается количество фильтров, нужно более усилий для того, чтобы публикация действительно прозвучала публично. Потому что главный из фильтра это забвение, невнимание, вот в том море информации, которое сегодня существует, очень легко что-то опубликовать, что просто останется никому неизвестно. и это проблема номер один. Так что если вот обобщить это, то и так наглядно можно разбить экономику научной публикации как бы на две информационные экономики. Два элемента. Первое это экономика информационных транзакций, ну по сути дела за ней стоит IT индустрия коммуникации, передача данных, доступ к информации, сайты, интернет. Но все это условно говоря транспорт. И второй все-таки экономика создания информации, которая ничего практически не изменилась, а многое даже усложнилось. Издательские процессы, хранение, обработка, упаковка информации, участие библиотеки. Вы сами прекрасно знаете, что это все примерно как оно было, так и есть. И возникает такая ситуация, если сравнивать эти две экономики как две трассы, у них совершенно разный темп информационного творчества и информационного транспорта. Один условно говоря плетется, но чуть-чуть может быть там производительность труда повысилась, в то время как другой летит и объемы информации умножаются, способные умножаться каждый год чуть не в два раза. В общем, там, где остается человек, а он в творчестве всегда останется основным и практически единственным ничего радикально не изменится. То есть, революция в одной экономике не порождает революции в другой. А вот упрощение снижения качества и просто увеличение объемов не следует путать с революцией и присылать ей такой достойный статус. Итак, следующий вопрос, который я бы хотел поднять о том, а вообще какой информации мы ищем доступ? Какая информация нам нужна? Тут очевидно одно первое, что отдельная научная статья как таковая просто не может существовать. Вот просто мы ее никогда не воспримем. Если представим, что существует одна только статья в мире и больше ничего не существует, она для нас просто тогда не существует. Другое совсем, если это статья в составе журнала, тогда нам сразу станет очень понятно, что это такое. Статья в составе журнала это такая неразъемная целая. Сразу понимаю, у статьи появляется смысл. но и отдельный журнал, если бы он существовал один сам в себе, как первый, который был издан в свое время, он тоже не может полноценно существовать. Он сейчас должен существовать в системе навигации журналов, например, в составе комплексной системы подписки, то есть вообще в системе потребления научной информации. Вот эта система тоже своего рода галактика, в которой одно связано с другим. Статья входит в журнал, в журнал входит национальную подписку в какой-то комплект. Вот это и есть система Альденбурга. И отдельной звезды вне системы всей звездной галактики, так же как и в небе, здесь существовать не может. Но в отличие от галактики, здесь творец земной. это издатель журнала. Сейчас мы к нему перейдем. И собственно вопрос, который даже ответ, который вытекает из такой постановки вопроса, нам нужна информация именно организованная уже таким образом. Нам нужны организованные статьи и журналы. И отсюда встает уже вопрос к открытому доступу. Может ли он открытый доступ быть встроен в существующую галактику Альденберга. В ту, к которой мы привыкли и в которую мы собственно ничего не собираемся менять. И вот теперь обратимся к творцу. Может ли эта галактика существовать без творца, без издателя. И вообще издатель он вообще посредник здесь ненужный или он все-таки источник абсолютно необходимый. пройдемся быстро по функциям издательства знакомые каждому. Что делает издательство? во-первых создает продукт в который может включиться, тематика, профиль, бренд журнала. Кто имел дело знает, что журнал не создашь сегодня на завтра. Его нужно много вложить иной раз жизнь. Он должен продвигаться в то, во что автор хочет включиться, оно уже должно иметь свое лицо, как-то представлено быть на рынке. Второе, что делает издатель, производит выбор из множества предложений, то есть производит фильтрацию авторской информации. Именно таким образом происходит постепенное повышение качества. Все лучшие авторы, все более известные, все более рейтинговые. Вот и журнал стал с высоким импакт фактором. Следующая задача издателя обработка до информационного продукта. Редактирование, организация, рецензирование и так далее. То есть это тоже целый блок работы. Дальше не стоит забывать о маркетинговых и логистических усилиях донесения журнала до рынка. продвижения, брендирование. Это тоже касается всех журналов, в том числе и в открытом доступе. И это огромный пласт работы. Ну и наконец вознаграждение труда всех участников от автора до дистрибьютора. Включая редакторов и прочих. То есть как видите пять таких очень фундаментальных существенных задач решает издатель. и конечно ясно что он здесь не является посредником ни в коем случае. Наоборот он стоит в центре процесса. Он подобно некому продюсеру который организуется сам процесс публикации и в который только стучится в дверь и входит автор. А вовсе не наоборот. И если убрать издателя то возникнет не свободный поток публикаций а безбрежный шумный информационный поток. То есть тогда просто не будет границ не будет навигации не будет самого предмета о котором мы сегодня говорим. Вот из этого вытекает вывод что процесс создания журнала периодики то есть вообще инфраструктуры научной информации является бизнес процессом и мыслится только в контексте рыночных условий. бизнес процесс а не просто организационный процесс назначили кто-то создал журнал и он уже там лидер. Вот здесь цепочка отражена которая вот эти внутренние зависимости отражает внутренних участников и это очень существенные участники начиная с учредителя дальше там инвестор например необходим правообладатель появляется потом только издатель редакция дистрибьютор это вот можно сказать институты организации создания научной информации не просто люди а именно институты и целые сектора и ясно что для всей вся эта цепочка непроизвольная должна быть чем-то обеспечена она должна иметь финансирование и собственно вот здесь вот корень проблемы которые связаны с открытым доступом потому что сначала должен быть ответ на вопрос кто платит и заказывает за счет чего может существовать научный журнал вот здесь вот перечисленные источники финансирования ну во первых подписчик покупатель это нам знакомо раньше так всегда было до открытого доступа дальше рекламодатель это тоже серьезный источник и можно себе было представить как и это относится ко всему интернету что научную информацию оплачивал бы рекламодатель взамен там на аудиторию вот но этот пункт вычеркивается сразу потому что имея дело с научной информацией мы по определению имеем дело не с массовой информацией не с массовым доступом то есть рекламодатель на такие размеры никогда не придет вот следующий возможный источник автор и так собственно и происходит сейчас в большом количестве случаев это действительно один из трендов когда автор начинает платить за публикацию вот наконец в более широком смысле автора научный институт это вуз или фонд или все все что угодно когда организация начинает финансировать журнал для своих интересов вот ну и наконец есть еще такая новая форма как краудфандинг донация когда люди сбрасываются и что-то возникает в том числе и журнал или издание тоже сейчас распространяется но сразу ясно что это очень маленький сегмент вот для этот список источников важен для ответа на вопрос по какой финансовой модели работает собственно этот процесс кто определяет в нем спрос вот и если это не подписчик то спрос например может определять автор когда он приходит в журнал и требует там чтобы ему для диссертации там обязательно его опубликовали вот но если будет так то надо понимать там всем что спрос будет определять автор и это будет рынок автора и будет журналах появляться то что выгодно и нужно автору причем вот тому который платежеспособный который просто платит ему далеко не всегда для него именно решающая ценность чтобы это был качественный интересный журнал это вот если просто автор такой сегмент уже есть в рыночном журнальном ландшафте вот но особенность россии то что здесь у нас присутствует сильный институциональный издатель вот и он создает рынок институтов вот и тем не менее ну мы сейчас говорим о вузах прежде всего об их линейках научных изданий вот но что важно в чем отличие даже от автора именно институционального инвестора вузовского то что для него это вообще не вопрос рынка это вопрос престижа рейтинга но не рынка в котором варятся сами эти журналы если платит не потребитель то потребитель получит то что хотят другие или автор или это будет научный научный институт вуз вот собственно кто издает журнал тот под себя и его подстраивает вот и мы как потребители уже на этот процесс влиять не сможем как бы мы не хотели и вообще встает вопрос а могут ли научные журналы вообще существовать в пространстве которое является не рыночным и не конкурентным вот в случае институционального издателя такая угроза более чем возможно вот но для самого самого же этого института институционального издателя здесь возникает проблема в том что в этом случае не будет формироваться борьбы за рейтинги которые по своей природе являются рыночными то есть он может саму основу разбить для чего вообще ему интересны эти журналы если у них не будет рейтингования какого-то не будет плюрализма то сама затея ради которой он пришел на рынке лишится смысла то есть рынок это наиболее удобный и естественный механизм регулирования плюралистических средств проса и предложения а научная переводика именно к ним и относится вот один из моих тезисов то что вне рынка она существовать просто не может ну потихоньку движусь к концу вот сейчас я хотел бы вывести вот эту историю в такие более понятные нам категории да и одна из самых таких глобальных и понятных это взаимоотношения общего блага и частной инициативы здесь мы оказываемся в разных кошелках дело в том что викиномика как мне кажется она может создать коллаборативного редактора например в википедии когда речь идет лишь о создании знания но она не может породить коллаборативного издателя который должен инвестировать и организовывать бизнес вот здесь большая разница и кто вот здесь путает коллаборативного редактора и коллаборативного издателя сильно ошибается вот издатель не может таким стать и мы видим это на примерах ресурсов открытого доступа то что у коммерческого издателя и у коллаборативного издателя разные бизнес модели например экономика открытого доступа обычно базируется на оптимизации расходов на упрощении процессов это мы видим на некоторых сайтах вот таких коллективных они ничего не зарабатывают и там у них определенные какие-то фиксированные источники дохода и они стараются снижать себестоимость то есть упрощать процесс в то время как в экономике коммерческого доступа другие цели и ценности он базируется на создании на создании ценности то есть на обогащении процесса то если вы заплатили кому-то то издатель старается обогатить то есть вложить в это больше и конкуренция происходит именно посредством обогащения получения конкурентных преимуществ дальше рыночный коммерческий издатель создает условия именно инновационного развития развития вперед коллаборативный же издатель он обеспокоен обеспечением условий сохранения созданного чтобы оно было сохранено доступно для всех и так далее наконец рыночный издатель он заботится о творчестве нового создать что-то нового для этого ему и требуются инвестиции в то время как коллаборативный издатель беспокоится о справедливости доступа чтобы всем было доступно в общем это можно вокруг этого спорить моего разделения но я опять показал разные ведущие векторы коллаборативный издатель заботится об общем благе о том чтобы внести творчество в домен общего блага то есть доступного всем во время как бизнес издатель он занимается правит частной инициативой то есть он движется инициативно куда-то вперед с векторами разные ну и вот эту вот разность подходов можно тоже зримо увидеть если открыть ну практически любой сайт открытого доступа и какой-то коммерческий сайт например вот наш здесь показываю вот архив орг там с фантастической посещаемостью которая просто нам не снилось даже в снах вот эти нули сколько там приходят и публикуются но вы видите вспоминать можете вспомнить библиотеку Машкова это примерно в 2000 году создан был этот сайт вот примерно оно в том же ключе и продолжает развиваться коммерческие издатели например но они не могут без того чтобы постоянно обновлять какой-то комфорт достигать все время вложить что-то больше вот и если вот мы так стали бы обобщать до конца до предельных понятий мы бы увидели здесь оппозицию двух начал которые всегда происходят тогда когда мы говорим в понятиях традиционного противостояния капитализма и коммунизма с одной стороны собственность с другой стороны свобода с одной стороны созидание с другой стороны ценность равный доступ одни борются за процветание другие борются за справедливость одни работают по законам рынка и в нем чувствуются органично другие борются за распределение Вот и в основе этой противоположности, открытый платный доступ, лежит все то же традиционное противостояние. Мы здесь с вами спустились до архетипов, до оснований. Но так просто оно не существует в виде оппозиции, оно постоянно друг с другом борется и даже иной раз отнимает. И вот у цифровой революции, с чего мы начали, существуют некие иллюзии. А существуют и некие формы паразитизма, о которых нужно сказать и которые всегда тем или иным образом в этих видах открытого доступа проявляются. Интернет и экономика грешны тем паразитизмом, который вытекает из использования издательского контента вне издательских каналов. Это может быть разные варианты. Первое, самое откровенное, это пиратство авторских материалов. С этой историей все еще ясно, здесь нарушение прав, здесь уже, так сказать, правовая система к этому адаптировалась. И такие вещи откровенные преследуются. Есть и другие вещи, например, игнорирование издательской работы. Даже когда просто опускают это, отрицают значимость этой вещи. Ну а часто мы видим на таких ресурсах, например, отсутствие редактирования, падение качества информации. Но за счет того, что это бесплатно, оно воспринимается как бы само собой разумеющейся, что и не надо. Обойдемся без этого. И точно так же игнорирование юридических прав потребителя. Вот здесь существуют разные иллюзии. Не только, что можно брать контент какой угодно и ничего. А даже сам автор, например, может не уважать права издателя. Вот в интернете как-то вот эти границы права, они очень размыты. И люди считают, что они здесь, как правило, ничего не нарушают. Хотя, как раз, как правило, они во многих вещах делают вещи неверные. Вот в целом пиратство не является уголовным преступлением. Хотя по уголовному кодексу преследуется пиратство. Это в экономической науке носит название феномен фрирайдер. То есть, дритбреттер, по-немецки. Едущий на подножке трамвая, безбилетник. А по-русски заяц. И вот заяц или фрирайдер в экономической игре всегда может сделать несколько ходов, чтобы не загубить производителя. Но только несколько. То есть, эта полосочка очень узкая, как у любого паразита. Он знает, сколько выпить кровь, чтобы, так сказать, его кормилиц не умер. И вот цифровая революция, она во многом живет на такой вот иллюзии, по которой считают, что взяв, ничего не крадут, а наоборот, только умножается. И аргументация часто на это опирается, хотя она не всегда не верна. Действительно, иногда взяв, можно умножить в цифровой среде. Но до определенной меры. Но главная наша проблема в этих стремлениях к бесплатному контенту, что мы пытаемся изъять информацию из экономики капитализма и убеждены, что это получится. В то время как вокруг нас капитализма становится все больше. Деньги имеют все больший вес, и они нам нужны всегда во всех сферах, кроме информации. Да, здесь мы приходим, считаем, что это совсем по-другому. Нет, не по-другому. Кто работает в издательской сфере, знает, что все чего-то стоит. Редакторская работа, авторская работа, дистрибуция и так далее. А других источников, кроме рынка, нет. И вот та открытая культура, которая создает интернет, она тоже имеет свой источник, который четко Джерон Ланье определил. В конце спектра открытой культуры лежит вечная весна реклама. Наш Google, который мы любим, он встал и возник на рекламе. Интернет-рекламе. И соответственно, все, кто как-то держится, где мы видим открытую информацию, а кстати мы ее видим не только в интернете, а например и на радио, и в телевидении, мы привыкли к бесплатной какой-то информации. Но она только за счет рекламы. А вот научные ресурсы открытого доступа не могут питаться из рекламы. И для нас это окно закрыто. Из этого надо исходить. Поэтому у открытого доступа есть свои границы. И надо просто их понимать. Открытые ресурсы и продукты Web 2.0 вообще, можно заметить уже, пользуясь ими, могут быть хорошими информационными продуктами только тогда, когда они имеют доступ к источникам готового контента. То есть пользуются перепостами. Я думаю, все вы заметили. Тот же YouTube. Если бы там были одни ролики, которые мы с вами снимаем, не думаю, что у него был бы такой трафик. Но там действительно очень много полноценного и телеконтента, и видеоконтента, и фильмы даже, трейлеры, все что угодно. И тогда вот это становится интересным. Если же наполнять подобные ресурсы только самодельным контентом, получается сам издат. И со временем такие каналы зашумляются, и его покидает. Есть очень много примеров. Фотобанки разные, MySpace, социальные сети. То есть пока открытые ресурсы информируются из качественного контента, а в данном случае из статей научных качественных журналов, их информационная ценность остается высокой. Она питается этим качеством коммерческого продукта. Как только он покидает, то вся ценность растворяется в большой степени. Если уж говорить о чистом понятии открытого доступа, то по этому чистому понятию это должен быть совершенно самостоятельный, такой вот не паразитический тоже чистый контент, созданный авторами и не попадающий в научные журналы. Вот, чего никто из нас не хочет. И тем не менее, есть очень много видов литературы, особенно научной, которые не должны быть в платном доступе, и которые никто не требует за них платить. Особенно при растущем потоке узкоспециализированной информации. Здесь слишком маленький рынок, чтобы можно было что-то собрать. Просто здесь не будет образовываться спроса и рынка. И вот такая информация должна распространяться бесплатно в открытом доступе. Все с этим согласятся. Какая-то литература? Во-первых, сиротская, то есть старая литература, ретро, никто не будет против. Во-вторых, сам издатовская литература, авторская, в том числе и научная. Если сам автор хочет именно в пространстве сам издатов действовать. Пожалуйста. И, наконец, публично-демонстрационная. То есть это рекламный материал, служебный, литература вот там, где тот, кто оплатил контент, он хочет, чтобы оно теперь распространялось бесплатно. По сути дела, вот в этих журналах открытого доступа речь идет именно об этом. Особенно, когда журналами занимаются институты. И вот проанализируем теперь на основе вот этих вот знаний этот случай киберленинга. Что же здесь все-таки на самом деле? Дело в том, что киберленинга не является классическим проектом открытого доступа. По сути дела, это издательский проект бесплатного доступа. Ну, во-первых, там участвуют только издатели. И, как правило, это вузовские издатели, которые им важнее иметь продвижение, чем окупаемость. Которые о деньгах особенно не пекутся. Многие из этих журналов вообще находятся вне рынка. То есть их никогда бы и не купили. Но, войдя, стремятся повысить свои рейтинги. И вот действительно рост рейтингов, он создают свою валюту, которой все стремятся даже и зналокоммерческие. И вот такой вот издательский проект бесплатного доступа, это особый случай открытого доступа. В принципе, он в мире встречается, но не в таком виде. Вот единственный аналог, ну или аналогичная модель подобного проекта, например, Биомедцентр. Тоже хороший ресурс открытого доступа, где в качестве членства институты платят некие деньги, и на эти деньги издаются журналы. Но это немножко другое, чем наш случай. Во-вторых, такой проект, как Киберленинг, был возможен только на российском журнальном рынке, в котором вузовский издатель доминирует над частным. Но это тоже известная ситуация. У нас большинство журналов является вузовским. И даже качественные журналы, многие, это прежде всего вузовские журналы, и просто частный издатель, он ничего не может этому противопоставить, поэтому без труда возникают подобные проекты. Вот, наконец, Киберленинг – это проект особой российской среды, которой обычно никто, даже автор, не спрашивает о правах, о разрешении редакции. Но вообще, особенность российской среды, если автор где-то хочет опубликовать бесплатно, то он, пожалуйста, всегда публикует, и никаких вопросов ни у кого здесь не возникает. Ну и, наконец, это прекрасный рекламный проект, который популяризирует, облегчает доступ к научной информации. Вот, и в этом его позитивная ценность. Но он же снижает рыночный потенциал рынка научной информации, в этом его негативные последствия. Вот, в целом, Киберленинг – это, бесспорно, очень полезная для нашей науки вещь. Но надо понимать, что она способствует формированию рынка институтов, вузов, а не научной информации. Здесь заложены различные бомбы. Ну и два слова о рейтинге институтов. Уже время подходит к концу. Постараюсь, потому что побыстрее. Ну, здесь речь о том, что... Чем является рынок для вузов? У вузов свой рынок. Рынок гораздо больше гигантский по сравнению с рынком научной периодики, который выстраивается как рейтинг их, именно, вузов. Ну, например, вот проект наш 5-100. Это эти рейтинги долгосрочные. Они очень долго, там, столетиями создаются. Вообще ценности, цена университетов. И в них входит очень много факторов, среди которых, в частности, на сегодня фактор – качество журналов. Да, если вуз издает линейку хороших, признаваемых во всем мире журналов, это очень хорошо считается для этого рейтинга. Вот. Ну, вопрос немножко спорный. Очевидно только другое, что рейтинг вузов – это совершенно другое, чем рейтинг журналов и чем вот рынок журналов. И, включая, как бы, в свои понятия, в свою систему координат, вузы ослабляют, а то и даже разрушают те правила, по которым работают журналы. И они, по сути дела, ослабляют или искажают рынок научной периодики своим участием. Ну, и последний элемент моей лекции – как все-таки искать баланс, ту меру, которая бы и открытому доступу дала развиваться, и издателям позволила продолжать существование. Ну, ясно, что открытый доступ – это уже факт, причем очень важный, который изменит весь ландшафт. При этом одна сторона должна понимать, что если в среде научной информации рынок будет оставаться лишь маленьким островком-сегментом информационной среды, а не базовой моделью, то это грозит разрушением всем научным коммуникациям, как они выстроены. То есть, научная коммуникация, информационная среда, она уже столетия базируется на рыночной модели. Мы с вами в советское время знакомы, что оно может и не на рыночной базироваться, но мы за то время с вами не получили ни одного журнала Nature или Science. Это путь тупиковый. А второе, что должны усвоить теперь уже издатели, что издатели не могут остановить публикационный открытый поток, и они тоже должны приспосабливаться, иначе они погибнут. То есть, они тоже, издатели, должны вливаться в этот поток открытого доступа каким-то образом. Открытый доступ должен вливаться в рынок, а издатели должны вливаться в открытый доступ. Вот такой вот немножко парадокс. Ну, из всех парадоксов есть компромиссы и выходы. Вот кратенько, как они нащупываются сегодня. Сегодня существует, как вы знаете, три формы открытого доступа. Первый – это зеленый путь, когда авторы публикуют препринты, то есть, свои статьи до момента создания авторского права публикаторов. Имейте право, написали там. Пока оно не опубликовано, делайте с этим что хотите. Второй путь – золотой, когда открытый доступ оплачивается автором. Но это уже доступ именно к его научной опубликованной статье. Золотой путь пропагандируется на Западе и развивается. Наконец, есть платиновый путь. Это когда издается статья, вернее, публикуется в открытом доступе уже изданная статья. Вот это то, что происходит у нас, по сути дела. На что должны, по идее, быть авторские права. Но бывают разрешения на это. Что происходит в этих трех случаях? Они все не идеальны. Первый путь, самый понятный и простой, создает конфликт информации. Ведь смотрите, что получается. Если это припринты, мы имеем с одной стороны одну статью, припринт этого же автора с практически тем же названием. И существует в некоем издателе, журнале, Шпрингер, уже изданная статья, которая там с какой-то редактурой, с рецензиями. То есть, имеет совершенно другой статус, а зачастую другое содержание. И вот к какой статье обращаться, не прочитаете ли вы в одной статье то, что не содержится в другой. В общем, возникает такая путаница между системой открытого доступа и издательствами. Это большая проблема, когда она достигнет каких-то размахов. Второй путь устроил бы всех. Золотой путь. Все, публикуется уже изданная, признанная статья. Но, это хотя и рыночный путь, но он ведет к увеличению затрат. Вы знаете, у нас это, по-моему, не практикуется, а вот на Западе нужно 3000 долларов заплатить издателю, чтобы статью опубликовать. То есть, все равно увеличение затрат, от которого общество пытается освободиться, происходит. Третий тоже ведет к тому, что понижается контроль издательства над доступом и вообще происходит некое расшатывание и даже разрушение подписного рынка, когда тот же самый контент доступен и бесплатно. Зачем тогда за него платить? Подожду эмбарго полгодика, прочитаю. Или там вообще без эмбарго. Когда все, что доступно платно, доступно и бесплатно, только дураки будут за него платить. Вот. Сегодня, особенно у нас в стране еще рабочий компромисс, который действует, издатель, включаясь в открытый доступ, преследует цель получения компенсации моральной в виде цитирования, импакт-фактора. Ну, понятно, как и в случае с пиратством, свободный доступ к информации, он продвигает бренд. Это, собственно, единственный сегодня бонус, который получает издатель от включения в систему открытого доступа. Вот. Но теряет основы своего финансового существования. Поэтому компромисс здесь очень условный. Вот. Хотел бы просто поднять вот часто звучащий аргумент, который звучит в случаях грантов, что это особый случай, когда исследование оплачено обществом, то оплачивая статью, мы платим дважды. Общество платит за это дважды. Вот. Но вот с этим аргументом я бы не согласился, потому что все-таки научные исследования и научная публикация в научном журнале не тождественны друг другу. Вот. Журнал проводит свою работу, он имеет свою ценность продвижения, свои, как бы, функции. И вот в грант, который дается на исследование, даже если туда включена задача публикации оплаты этих статей, это все-таки немножко разные вещи. Вот. То есть, когда дополнительно оплачивается статья для публикации в открытом доступе к грантодателям, это вот адекватная компенсация, это как бы всех бы устроено. Но, опять же, повторяюсь, это не ведет к уменьшению затрат, а все равно их увеличивает. Ну, и, конечно, нельзя не сказать, что породило открытый доступ. Прежде всего, рост цен на журналы и невозможность все купить. К сожалению, это и есть феномен цифровой среды, вот этой вот общества наций, нация контента. Когда растет информационная дисперсия, растет информационный поток, всего становится больше, кроме денег. Вот. То есть, понятно, что открытый доступ, даже исходя из этого обстоятельства, должен существовать. Вот. Таким образом, вот если говорить о балансе, то золотой путь действительно самый гармоничный, не ущемляет ни издателей, ни потребителей. Вот. Но в России такой путь не применяется. Вот. Ну и какие еще возможны балансы и гармонии. Да. Вы удивитесь, но это ЭБС. Вы привыкли воспринимать ЭБС как платформу платного закрытого доступа, но ЭБС может функционировать как платформа открытого доступа. И в нашем случае так и происходит. Университетская библиотека онлайн является синтезом обоих подходов. Какой-то контент является коммерческим, какой-то некоммерческий. Как правило, они растворяются друг к другу, но вы должны для себя понимать, что относится к чему. Вот. Что входит в подписку. Да, вот здесь есть схема, где этот контент, который в общей подписке, как бы в общей куче, разделяется. Когда вы платите за подписку, вы должны понимать, что вы платите именно за коммерческий контент, за коммерческие издательства. Вот. Но в этой подписке, а у нас, например, это базовый 100 тысяч книг, входит бесплатная библиотечная коллекция. У нас она не называется такой бесплатной, а у EBS LINE, например, называется. Вот. Но суть одна и та же. То есть, за большое, огромное количество произведений большинство не взимается ничего. Вот. Ну и, наконец, есть и особый сегмент. Это и есть открытый доступ для авторов и молодых ученых. Вот. И у нас этот доступ открыт прежде всего для студенческой науки, о которой я скажу. Вот. Ну и еще два слова об особенностях открытого доступа именно на платформах EBS. Вы должны тоже помнить, что когда публикация на открытой платформе является первой публикацией, то она не нарушает ничьи права. То есть, это полноценная публикация открытая под Creative Commons, например, и вот в этом случае платформа EBS становится исходной публикационной площадкой. Это открытый доступ как бы изначально с нуля. И в этом случае никаких коллизий с авторским правом потом с обидой издателей не возникает. Пожалуйста, публикуйтесь у нас бесплатно на условиях открытой лицензии и будет у вас открытый доступ. Любой автор у нас имеет право так опубликоваться. Во-вторых, чем именно EBS как исследовательская площадка интересна, то, что она объединяет и место исследования, и место публикации. То есть, вы можете не просто опубликовать, как в бумажном журнале, уже готовый результат своей статьи, вы можете публиковать сам ход исследований. То есть, дополнительный материал, первые отдельные части, выносить их на суд читателя, потребителя, суд своих знакомых специалистов. В этом случае получите обратную связь и уже потом только публикуете финальный результат. То есть, площадка публикации становится одновременно площадка исследования, дискуссии научные и так далее. Такого раньше в бумажной сфере было невозможно. Ну и наконец, третья опция, то, что мы являемся платформой открытого доступа для работ молодых ученых и для студенческих работ. Здесь я хотел бы сослаться на мероприятие прекрасное, которое мы провели в этом году, только закончили конкурс студенческих дипломов Бифёст. Был объявлен конкурс открытого доступа по шести гуманитарным специальностям, участвовало 300 вузов, выбрано 200 работ и 18 из них получили призы на московской книжной ярмарке и они вручались. Этот конкурс практически национальный, в национальном масштабе, он будет проводиться и дальше. В этом году партнером нашим был журнал «Университетская книга», в следующем году станет и известным всем ресурс «Антиплагиат». То есть это проект открытой науки и сами наши пропагандисты открытой науки, как Кибер Ленинг, научные корреспонденты и прочие коллеги наши с Иваном Ивановичем Засурским тоже включены и приглашены в этот проект. Ну и наконец последнее, что я хочу рассказать, немножко альтернативная концепция, тоже касается нашей электронно-библиотечной системы, в то время, как формируются ресурсы открытого доступа, чистого периодика в открытом доступе, как Кибер Ленинг, это провоцирует и на противоположный шаг, который мы и сделали. Вот у нас, ну вы знаете, все присутствует большой раздел периодики, у него тоже большая посещаемость, но концепция там полностью противоположная. То есть это отбор качественных журналов и журналов, как правило, платных и дорогих. Мы стремимся создать коллекцию около 500 высокорейтинговых актуальных журналов с глубиной архива до 5 лет, с актуальным обновлением. То есть это вот как раз для того, чтобы было понятно, за что платить в то время, как есть бесплатные журналы, есть журналы платные и как вы знаете, многие не идут, многие из вот таких качественных продвинутых журналов не идут в открытый доступ, потому что не находят там финансовые модели и видят угрозу своей. В частности, когда Киберленинг создала свой рейтинг, оказалось, что он совершенно другой, чем рейтинг создаваемый в Web of Science или Скопус, там не оказалось ключевых игроков научной периодики. Это неудивительно. А у нас они, по идее, должны всем оказаться с помощью платного доступа. и кроме этого, у нас большая коллекция тоже около 400-500 журналов. архивы дирекционных изданий, тоже именитых, важных для исследований. А если говорить о наших правообладателях, то это тоже всем известные такие качественные лидеры рынка научной периодики, издательства финансов и кредит, гребенников, сибирское отделение Академии РАН, ну и университетские журналы, МГУ, ТУСУР, Томский университет, много других. В том числе и тех, которые есть и в открытом доступе. Критерий качества. Вот. Ну что ж, подведем итоги. К сожалению, опять я не уложился в час, прошу прощения. за длинную лекцию. Итак, модель Ольденбурга создала информационный рынок, который с успехом существует и сегодня научной информации, но сегодня он существует на фоне очень серьезных вызовов информационной среды цифровой эпохи в виде избытка информации. Избыток информации разрушает этот рынок в его классическом виде. Вот. И модель открытого доступа это одна из угроз, которые могут повредить рынку научной информации, если не будет соблюдена мера, если не будет найден компромисс. Вот. в то же время по механизмам регуляции саморегуляции рынка сам переизбыток информации создает новый интерес к качественной информации. И вместе с этим не классический рынок, когда ценность отобранных, продвинутых, дорогих, я так скажу, ресурсов все больше повышается. именно на фоне просто бесплатной информации все больше повышается рынок качественный и дорогой. Информация есть и такой парадокс. Вот. Тем не менее, очевидно, для всех, кто сегодня участвует в этой теме, необходим симбиоз, гармония открытого и платного доступа, чтобы одна модель не разрушала другую. К сожалению, пока Россия идет скорее по пути игнорирования интересов издателей и бизнесмена. Во всяком случае, вот его интересы никак не озвучиваются, никак не учитываются. Это и закон об обязательном экземпляре, закона Неби. Но во всяком случае, мы имеем площадки, на которых можем выразить и нашу точку зрения и обосновать ее тоже в научном ключе. Ну что ж, это практически точка. Сейчас посмотрю вопросы. Вот. И сразу оговорюсь, вы в моей презентации встретились с некими репродукциями Пауле Клие. Они использованы контрафактно. Приношу свои извинения Пауле Клие. Так. В таких общих вопросах, ну пока можете их записать, тут организационные были вопросы по сертификату. Вот. По-моему, немножко неправильный ответ. У нас сертификат, если я не ошибаюсь, Павел Ильич меня поправит, сертификат предусмотрен, если вы ходите, посещаете всю нашу серию. Серия называется «Особенности работы в электронно-библиотечных системах информационных ресурсов». Мы занимаемся наукой БС. Вот. Если у вас там критическая масса накоплена, а, значит, это не по этому циклу или надо, да. Да. Значит, это была просто информация для ознакомления для вас. Вот. Ну, что ж, я вижу, вопросов нет, наверняка всех утомил своим долгим рассказом. Но надеюсь, все-таки, что информация будет вам интересной, и что точка зрения имеет право существования. благодарю коллеги всех вас за участие, за внимание, за то, что вы приходите к нам на наши занятия. Будем рады вас всегда видеть, постараемся вас тоже обеспечить качественным контентом, как и в ВБС, так и на наших фебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok